Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная партия Тура, партия Гран-при. Сегодня вашему вниманию партия Накамура и Есипенко. И, безусловно, эта партия порадовала многих любителей эстетов шахмат. Сегодня Хикару играл белыми, играло английское начало. И разыграли они достаточно модную, ультра даже сказать, модную табию с ходом слон С5, которая встречалась на самом высоком уровне. И в этой известной позиции Накамура решил несколько удивить Андрея, сделав достаточно хитрый ход Ферзь С2. Ход очень редкий, при этом в этом продолжении есть определенная тонкость. Идея в том, что черные часто располагают слона на Б6. Белые же в данном случае хотят подготовить вот такую вот мульму. Взять на Д5 и напасть на МАК на Аш-7. В частности, при ходе слон Б6, я сейчас могу показать, что в данном случае может произойти. Андрей несколько предостерег, несколько перестраховался и решил отступить на Ф6. И ход, на самом деле, может быть и неплохой, но тем не менее, и не сказать, что он хороший. Что можно было сделать? Можно было, на самом деле, не волноваться насчет этого маневра, а сыграть слон Б6, и в этом случае, скажем, после Конь Д5, Ферзь Д5, Конь Ж5. Казалось бы, белые чуть ли не побеждают форсированно. Но нет, черные играют Е4. Мы видим, что весит теперь Конь на Ж5. Белые забирают на Е4. И черные отправляют коня на Д4. Эту позицию я немножко посмотрел, покрутил. Вроде как проблем никаких здесь у черных нету, но надо играть очень быстро и активно. Итак, Ферзь Х5, атаковать пешку Е2. И вот в случае, скажем, хода Е3, можно даже поменять Ферзей и сыграть слон Ж4. После чего практически форсированно партия переходит к такой позиции, где фигура черных очень хорошо расположена. В общем-то, у них более чем достойная компенсация. Ну, а говорить о каких-то более серьезных вещах здесь я сразу не скажу, не смогу. Итак, вот такой был момент в дебюте, крайне интересный. Андрей сыграл Конь в 6. После хода А3 возникла одна из ключевых позиций дебютных. Андрей решил разменять коней ЕД в Б4. И отступил на Б6. Здесь вот отмечу, что отступление на Б6 явилось неаккуратным. И белые получили достаточно приятный плюс долгосрочный после хода Конь А4. Пешка оторвана. Слоны очень активные. То есть слон на Б6 потеряется. То есть будет разменен. И в данном случае можно констатировать, что дебютная часть сложилась для Андрея. Неважно. Что можно было предложить за менток? Это ход слон Е7, после которого, в общем-то, если у белых есть, то все-таки что-то более такое чисто визуальное. К тому, как, скажем, в случае взятия-взятия черные могут играть как А6. Даже позволить себе и А5 могут. Ну и в целом позиция достаточно крепкая, надежная. То есть проблем не предвидится. Что же последовало в партии? После Конь А4, владея Е8, черные нападают на пешку Е2. Отъел сразу на камору этого важного слона. Сыграл в Е3. В общем-то, мы видим, что пробивает большую диагональ. Приходится Андрею определяться с этой пешкой. Забивает гвоздь на Д3. Но этого недостаточно, потому что после продолжения партии выясняется, что позиция крайне неприятная. Фигуры нестабильны. Белый готовит уже продвижение классическое в 3-4. Брать на Д2 нельзя из-за двойного удара. И, соответственно, черные вынуждены стоять и ожидать, как сказать, пребывать в роли статиста. Но в этой позиции Накамора сделал несколько еще точных ходов. А именно слон Е3-4. То есть, вот такой классический переход в разноцветные слоны. То есть, атака при разноцветных слонах. Теперь начала вестись. И успел Накамора здесь прекрасно расположиться. То есть, отмечу, что этот ход стратегический. Слон Е4. Сильная фигура уходит с доски. То есть, не стал он придумывать никаких ходов Ф3-Е4. А вот именно решил, что здесь слон уже свое дело сделал. Мавр может удалиться. Итак, вот слон С6, ладья С1, ладья Е7. Пешка на С7 явилась объектом. Накамора ее несколько раз пытается прощупать. И также приближается к королю. Поэтому Ф6 в ход, в принципе, необходим. Угрожал ход Ферзь Ж5. И поэтому белый продолжает ладья С4. Андрею ничего не оставалось, как стоять на месте в пассивном положении. Очень неприятная позиция. То есть, что куда бы ты ни ходил, как говорится, здесь уже похоже из этих лап не вырваться. Ладья С1, Ферзь Е6. И отличный ход Б5 от Накамора предопределил финальную концовку партии. После хода Б5 партия переходит форсированно к следующей позиции. Поменяли на Е7, забрали на С7. И выясняется, что от следующего хода практически нет защиты. Практически нет защиты. Итак, надежды все еще были на то, что Теншпель может оказаться, скажем так, может быть, его как-то Андрей удержит. Но Накамора развеялся эти идеи, мотивы ударом на Ф6. Страшный себе ход. Выясняется, что брать Ферзем, конечно же, нельзя. После разминок теряется ладья. А в случае ЖФ дается хитрый шаг на Ж4. И у короля нет нормальных ходов. На король Ф7 белые играют Ферзь Х5, затем меняются на Д8 и снимают слона с доски. А на любое другое продолжение, как в партии, король Ф8 теряется слон с поля Б4. Отличная, красивая геометрия, красивая тактика. Отмечу, что еще на король Х8 в данном случае белые играли бы Ферзь Б4 сразу. Это очень красивый даже ход, который не так просто увидеть обычному спиртному человеку. И на Ферзь Б4, конечно же, будет промежуточное взятие на Д8. Это очень элегантно, действительно. Поэтому такая вот история. Ну, Андрей сыграл король Ф8. Переход последовал в такой пренеприятнейший Эншпиль. Пешек хоть и номинально поровну, но все пешки черных слабые. А белые прям, как с этим бастионы, прекрасно. Очень красиво белые. Кстати, король как будто на каком-то покрывале. Да, то есть, как бы находится укрытый такой в тепленьком местечке, так сказать. Итак, ну, пришлось отдавать на Д3, потому что Ферзь, опять-таки, неактивный. И поменялся, попытался, точнее, Андрей использовать пешку Б. Но Накамура здесь очень все четко сделал. Усилил все свои позиции. Позиции Ферзя. Накамура виртуозно совершенно владеет Ферзем. Один из сильнейших исполнителей вот этих вот Ферзевых и прочих окончаний. Ферзем, конечно, с детства, мне кажется, он родился с Ферзем в руке. В общем, суть такая, что в этой позиции Андрей сдался, потому что полный пассив на доске, ничего нельзя сделать. План белых просто, то есть белые могут продолжать надвигать свои пешки. Там Д4, Е4. Постепенно все усиливая, в то время как черные вынуждены за этим всем наблюдать. В итоге, конечно, наблюдать за этим никто не хотел, и Андрей тем более. Ну что же, у Андрея пока не складывается турнир. В вчерашней партии немножко была смазана концовка, где Александр Грещук имел отличные шансы на победу в равной позиции. Ну и, в общем-то, сегодня тоже мы видим, что-то как-то не сложилось. Ну что, друзья, вот пожелаем Андрею, конечно, восстановления. Ну а Накамуру поздравляем с хорошей партией, с достижением, безусловно. Это партия, безусловно, очередной, так сказать, очередной пример для эстетов шахмата, то есть для тех, кто любит тактику, для фанатов Накамуры. Ну и, в общем-то, учитесь такой вот красивой тактике, друзья. До новых встреч, подписывайтесь на канал, следите за турниром. Пока.